Не принимайте на веру слепо просто так, того, что сказал я, или того, что сказал любой гуру, или того, что сказал очень образованный лама. Не принимайте просто так на веру слепо и того, что сказал Будда. Так учит нас сам Будда. Потрясающе, не правда ли? Посмотрим в сутрах. Не принимайте чего-либо только на основании, что так постоянно говорят, что такова традиция, или же потому, что таковы слухи, что так написано в священном писании, что таково предположение или постулат, что это правдоподобное умозаключение, или же потому, что таково предубеждение в отношении того, что изучается. Или из-за кажущейся осведомленности говорящего, или же потому, что этот человек наш учитель, наш гуру. Но когда вы знаете сами, эти вещи являются благими, эти вещи безукоризнены, эти вещи восхваляются мудрыми, и если принять их ведут к благополучию и счастью, то тогда вам следует жить в соответствии ими. А когда вы знаете, эти вещи являются неблагими, достойны порицания, порицаются мудрыми, и если принять их ведут к вреду и страданию, то тогда вам следует отбросить их. Буддизм – это не учение, состоящее из набора догм, которые нужно принять на веру. В буддизме поощряется рассматривать, обдумывать, анализировать критическим мышлением, познавать меняющуюся ситуацию, прямо сейчас, лично вам. Будда не требовал слепой веры в свои слова, напротив, он советовал слушателям проверять его учения так, как проверяют на фальшивость золотую монету, и принимать только то, что прошло проверку. Да, чтобы приступить к выполнению некоторых практик, необходимо принять некоторые гипотезы, но как ученые принимают гипотезу и проверяют ее, так же и Будда призывает нас, как ученых, взять, попробовать, проверить. И у меня есть абсолютно все инструменты, которые необходимы, и все условия, чтобы проверить любую часть учения буддизма. У меня есть мой ум – это все, что нужно. Не нужны никакие приборы, ни предметы, ни куда-то лететь. Какие-то части – легко проверить. Например, я очень быстро могу убедиться, что если я практикую правильную речь и буду дружелюбно разговаривать с людьми, то они намного чаще будут вежливы и дружелюбны со мной. А вот чтобы проверить, смогу ли я развить лучшую способность управлять своим умом с помощью медитации, понадобится время. Но и на проверку научных гипотез, на исследования, наблюдения, эксперименты бывают уходят многие годы усилий. И если мне действительно хочется разобраться, у меня хватит усердия сделать это. Но это если говорить о самом учении. А как же с теми, кто его произносит? Теперь поговорим об авторитетах. Вот сутра. Вот старший монах давно в монашестве, давно ушел в бездомную жизнь. Он известен и знаменит, имеет множество последователей, включая домохозяев и монахов. Он получает одеяние, еду, жилище, лекарства и обеспечение для больных. Он много изучал и помнит то, что учил, накапливал в своем уме то, что он изучил. Но он придерживается неправильного воззрения и имеет неправильную точку зрения. Этот старший монах действует ради вреда многих, ради несчастья многих, ради погибели. Как видите, ничто, ни регалий, ни почтения других, ни большое количество знаний не может являться точной гарантией того, что то, что произносит данный человек, является полезным для вас верным учением. Увеличивает шансы, возможно, но не гарантирует. Да, если вы проверили слова какого-то человека, нашли их полезными, правильными, то к следующим его словам вы имеете больше доверия. Так же, как к знакомому специалисту, который уже что-то для вас сделал, исправился отлично, вы доверяете больше, но до определенного предела. Важным тут является не переступить грань потери критического мышления, когда доверие превратится в слепую веру. Сложным моментом здесь является беззаговорочное поклонение гуру, которое практикуется иногда в высшей тантре тибетского буддизма, прямо в формате требования, как обязательной части этой практики. Но вот что по этому поводу говорит Далай-лама 14. Подношение практики означает всегда жить по наставлениям своего гуру. Но что происходит, когда гуру дает нам совет, которому мы не хотим следовать или который противоречит тхарме и разуму? Мирилом всегда должно быть логическое рассуждение и рассуждение тхармы. Любой совет, который противоречит этому, должен быть отклонен. Так сказал сам Будда. Если кто-то сомневается в правильности того, что говорится, нужно осторожно указать на это и устранить все сомнения. Эта задача становится несколько более чувствительной в высшей тантре, где полная сдача гуру является обязательным условием. Но даже здесь эта сдача должна быть сделана только в определенном смысле. Если гуру указывает на восток и говорит нам «идти на запад», у ученика нет иного выбора, кроме как возразить. Это должно быть сделано с уважением и смирением, поскольку проявление негативного отношения к учителю не является благодарным способом отплатить за его доброту. Важным моментом здесь является то, что ученик должен иметь дух искреннего исследования и должен иметь ясную, а не слепую преданность. Для тех, кто серьезно практикует высшую тантру, тибетского буддизма, я бы рекомендовал прочесть полную версию этого наставления Далай-ламы, так как он разъясняет, как можно соединить без внутреннего противоречия эти сложные практики и критическое мышление. Но если вы все же решите проигнорировать слова Будды, который не требовал слепой веры даже к самому себе, и решите проигнорировать слова Далай-ламы и будете придерживаться убежденности в обязательной необходимости беспрекословной слепой веры во все, что говорит вам лама или гуру, то это ваш личный выбор. Вы взрослые люди и сами несете полную ответственность за свои действия. Но как же быть? На какие авторитеты ориентироваться? Вот с утра. Есть эти три авторитета. Какие три? Сам себе авторитет, мир как авторитет, тхарма как авторитет. И человек, ты сам внутри ведь знаешь, правда ли это или же неправда, поэтому осознанным быть нужно. Себя возьми своим авторитетом. И мир берет за свой авторитет он, живет в согласии он с тхармой, авторитетом он ее считает, к старанию себя склоняя. Этот мудрец упадку не подвержен. Конечно, все это не значит, что вы не можете никому доверять, кроме себя. Что все кругом враги, и только вы один должны сами разбираться. Нет, это не так. Есть разница между доверием и слепой верой. Без базового доверия наша жизнь стала бы невыносимой, как и прогресс в практике был бы крайне затруднительным. Вы легко можете понять, где эта грань, посмотрев на свою собственную жизнь. Ведь доверие это важная часть жизни, особенно учитывая всеобщую взаимосвязанность. Мы доверяем другим людям постоянно, каждый день. Приходя в магазин и протягивая деньги продавцу, вы доверяете, что продавец отдаст вам товар, а не схватит деньги и убежит. Вы доверяете участникам дорожного движения, что они будут стараться следовать правилам. Вы доверяете специалистам, к которым обращаетесь за помощью. Вы доверяете всем прохожим, что на вас вот так внезапно никто не нападет. Но согласитесь, вы доверяете всем этим людям, а не слепо верите. На дороге вы все же аккуратны и постоянно на фоне, готовы к тому, что кто-то поведет себя не по правилам. С деньгами вы аккуратны, чтобы вас не обсчитали по ошибке или специально. И если специалист начнет советовать что-то уж совсем нелепое, вы усомнитесь. Ваше критическое мышление не выключается ни на минуту. И что важно, при этом вы расслаблены. Это не создает невротического недоверия и паранойи. Но вот в вопросах психики или каких-либо духовных темах люди от чего-то склонны напрочь терять эту способность к критическому мышлению, которая отлично у них работает ежедневно. И верят слепо, не анализируя. Просто потому, что вот у этого человека много регалий, другие ему доверяют, и слова вроде бы умные знают. Странно и неразумно. А мы, как буддисты, не делаем неразумных вещей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!